Декабрь 2018 кадры из интернета. Российским туристам в отелях китайской Саньи явно не рады. А кто-то просто не смог вылететь на отдых, хотя деньги за него были оплачены. Барнаульские туристы тоже оказались в числе пострадавших от действий компании «Жемчужная река». Чтобы избежать повторения таких историй, Минэкономразвитие с этого года будет оценивать турфирмы по нескольким критериям. Основной – наличие убытков. Это уже повод провести проверку. Второй момент. Ни для кого не секрет, что очень многие операторы идут по пути дробления бизнеса, чтобы не показывать реальные обороты и, соответственно, не замораживать достаточно большие суммы в фондах персональной ответственности. Это как раз те суммы, которые пойдут на организацию доставки туристов с места отдыха в том случае, если, не дай бог, у туроператора начнутся проблемы. В числе критериев также жалобы на деятельность туроператоров, одинаковые домены в едином федеральном реестре. Если такие нарушения имеют место быть, начисляют штрафные баллы. При наличии пяти проверка неизбежна. У регулятора будет возможность оценивать деятельность туроператоров и превентивно, получается, реагировать на возможность, ну, скажем так, какого-либо дефолта или приостановки деятельности той или иной компании. Правда, по мнению Натальи Гордеевой, исключить все риски для туристов не получится. Бизнес есть бизнес. Но таким мыльным пузырям на туристическом рынке, какими были компании «Лабиринт», «Капиталтур», «Лантотур», а в 2014 году приостановили свою деятельность сразу 16 компаний, места уже точно не будет. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком.